Всем привет, любители путешествий! Мы начинаем с вами выпуски из солнечной Греции, солнечного острова Родос. Вот буквально первый день, начинаются новые выпуски, посмотрим с вами пляжи, побываем в интересных достопримечательностях, возьмем или машину, или байк, покатаемся по острову, поизучаем. Вот, а перед нами красивая бухта Энтони Куина. Сегодня будет у нас долгая дорога к этому прекрасному пейзажу. Посмотрите, насколько кристально чистая вода. Обалдеть, конечно, да, вот люди плавают, лодочки как будто висят и парят в воздухе. Ну, легендарные виды. На фотках часто встречаешь, да, когда создается иллюзия того, что лодка парит, а не на воде. В общем, очень красивый вид. Мы начинаем выпуски. Ну что ж, начнем обзоры греческих пляжей, точнее, Родосских пляжей. Это первый наш пляж, который называется Фалераки. Мы, в принципе, живем здесь. Нам эти пять минут буквально до этого пляжа. И вот только на него мы пришли. Честно говоря, оно сейчас 9 часов. Не знаю, может, солнце еще стоит не в таком удачном положении, чтобы оно подсвечивало красиво воду. Но пейзаж что-то пока меня не очень радует. В общем, смотрим, как выглядит все у нас. Вообще, вода прозрачная, но цвет воды отсюда выглядит как в Сочи, да, наверное, как черное море какое-то. Хотя это Средиземное море здесь. Лежаки пустые. Народу довольно-таки немного. Сейчас начало июня, и людей не очень много. Не знаю, мне кажется, конечно, в июле здесь будет больше. Водичка. Я бы не сказал, что теплая. Учитывая, что я люблю часто ездить в Таиланд, и там вода гораздо-гораздо теплее. Поначалу показалось, что она ледяная. Но ничего, сейчас окунемся, и можно будет поплавать. Ну, пишите ваши пока первые впечатления про пляж Фалераки. Ну, я скажу, что это что-то как-то не очень. Потому что здесь всякие бутылочки, веревочки, баночки, не очень сам чистый пляж. Ну вот, видите, всякие баночки, крышечки, веревочки, ниточки. Не знаю, убирает, не убирает здесь. Но вода, смотрите, какая прозрачная. Водичка прозрачненькая. 24 градуса она. А, блин, это, конечно, капец холодно. А, блин, ноги сводит, на самом деле. А, жесть. Я даже не знаю. Как-то холодновато, ребята. Блин, ну, слушайте, ну, учитывая то, что днем будет 33 градуса, такая водичка, она как бы в самый раз. Не, хорошо, нормально, бодрит. Вот, ну, я думаю, вам видно. Что-то, что она прозрачнейшая вообще. А виды сзади вот такие. Ну, я люблю, когда горы, конечно, это... Ну, вот, Родос, там, Грецию можно сравнивать с чем-то с... Ну, не чем-то, а можно сравнивать с Турцией, с Кипром. С Испанией я, конечно, бы не стал сравнивать. Немножко все-таки это разные регионы. А Турция, это, по сути, бывшая Греция. Что, турки отжали у греков землю, и... Нынешняя Турция, это бывшая территория греков. Поэтому по пейзажам там все это дело очень похоже. Можно, наверное, сравнивать с Марморисом. В Марморисе я был, там в Кимере был, в принципе, несколько раз. Поэтому прокатимся, посмотрим. Это первый день вообще на острове. И сейчас первое впечатление о пляже. Ну, пишите тоже в комментариях, как вам такие пейзажи. Что лучше, Греция или Турция в плане отдыха. Я позже свое впечатление расскажу. Да, ну, вот так вот пиво здесь переносит на пляже. Ну, точнее, приобрести можно там в кафешке. Маленькая стоит 3,5 евро. Большая стоит 5,5 евро. Цены, конечно, недемократические. Учитывая, что у нас все включено на самом деле. Но в отеле первая береговая линия. И тащить сюда пиво мы из отеля не будем. Ну, 5,5 евро это 400 рублей. Не во всех барах разливное пиво у нас в Москве сколько стоит. Вот, и лежаки, кстати, стоят здесь, ну, точнее, шезлонг, зонтик с лежаком. 5 евро с человека на день. Мы здесь целый день не будем находиться. Мы сейчас здесь посидим часик, позагораем и пойдем в другую бухту. Снимаю вам красивые виды. Ну вот, наконец, первый супермаркет. Более-менее крупный, так видимо. Сейчас засниму вам различные цены, что здесь можно увидеть. Да, ну, начнем давайте с вами с пива. И я, честно говоря, уже удивлен в первых же секунд, сколько пива здесь стоит. Да. Так, ну вот местное какое-то пиво. Евро 50, евро 25. Маленькие, небольшие, по одному евро. Ну, вот сами оливки. Легенда Греции. Что обычно везут в качестве сувенира из Греции. Различные полуфабрикаты. Что это у нас? Плохо, что все написано на греческом. Видите, кстати, буквы. Буквы чуть-чуть похожие. И даже можно теоретически прочитать. Но сложно понять, что это. Ну, хоир. Нет, я не смогу догадаться, что это такое. Курица. Курица, зато это можно понять. Ну, по названию курицей не пахнет. Ну, 3 евро, в общем, стоит курица. Так, сыры какие-нибудь. Давайте посмотрим. Вот сыры по 2 евро. Моцарелла 2 евро. Чипсы 1,5 евро. 2 евро. Это типа новые лейсы. Крепкие алкогольные напитки. Вот сколько стоят. Ну, бьюти-фри, конечно, это дешевле все стоило. Вот как вам, смотрите. Столичная стоит столько же, сколько и Финляндия. Так, а вот уже более такие крутые напитки. Ну, смотрите, это вискарик. Вискарик снова. И снова вискарик. Джек, джек, джек. Литровый 35 евро стоит. Необычно, смотрите, встретить боржоми. В Греции. Не ожидал. Первый раз видеть за границей, вижу боржоми. Ну, а сейчас мы идем с вами в бухту Энтони Куина. Это такое одно из самых красивых мест в Фалераке. Ну, рядом с Фалераке. И вообще, в принципе, на Родосе считается эта бухта очень красивая. И где-то здесь рядом сейчас будет нудистский пляж. Да, ну, в общем, мы дошли до этого пляжа. И весь пляж усеян голыми людьми пожилого возраста. Ну, в общем, видите, вот дедули, бабули все лежат здесь, на этом нудистском пляже. Очень пользуются популярностью. Ну, а, кстати, напишите, кто знает, почему европейцы пожилого, причем возраста, любят загорать голыми. Ну, честно говоря, вообще не понимаю. Ладно, там как бы красивое молодое тело, там хочется, чтобы было загорелое. Но когда все как бы обвисло, не совсем понятно для кого, для чего, я вообще не понимаю. Ну, в общем, напишите, кто увлекается этой темой, кто в курсе. Так, а пляж называется этот нудистский Мандамата. Символическое название. Это нудистский пляж, имейте в виду. Рядом с Фалераке. Так, а мы тем временем продолжаем поиски прохода к Энтони Квину и к бухте. Хвойный. Ммм, запах-то какой хвои. Ах, смола пахнет. Прям чистейший воздух. Запах обалденный. Пальм не хватает, что я могу сказать. Сосны есть и в России. Я, как вы знаете, люблю пальмы. Пальм здесь точно так же, как и в Турции, очень мало. Да, вот такие вот колоритные итальянцы ходят в труселях белых, в кроссовках, в белых труселях. Хотя они стояли здесь 5-10 минут, просто смотрели, не давали заснять вам прекрасные пейзажи. Вот, все-таки это не Энтони Квин. Мы вернулись опять же к этому нудистскому пляжу. Вот он, нудистский пляж. Но мы уже близки к цели. Где-то вот здесь уже Энтони Квинн. Сейчас мы, я думаю, все-таки к нему придем. Вот, а сам пляж Фалераке, главное, вот он проходит. Это мы оттуда, практически с самого края Фалераке, прошли вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь забрались по горе, так вот немножко срезали. И теперь мы вот здесь находимся. О, ну виды отсюда прикольные. Хоть вода стала лазурная, красивая. Что-то хоть отличает от Черного моря. Здесь сверху красиво. Просто на самом деле, когда смотришь фотографии в интернете, там Фалераки вбиваешь, цвет воды вообще там изумительный. Ну, было подозрение, что там вытянуто, что это в фотошопе и так далее. Но, честно говоря, ну вот только вот здесь более-менее нормальный цвет воды. Там, в тех краях, даже и фотошопа, мне кажется, не вытянешь. Итак, итак, мы герои. Я уже вижу часть бухты. Давайте заценим, что стоило. Стоили ли эти мучения того, чтобы увидеть этот вид. Ну-ка, что у нас тут откроется сейчас? Здесь красивая такая скала, камни. И вон она бухта! Ура! Мы почти добрались. Теперь остался вопрос, как туда спуститься. Да, водичка, конечно, кристально чистенькая. Красотища. Блин, еще чуть-чуть, я надеюсь, хотя непонятно. А, вон люди идут. Надо вот так вот обойти, и мы будем уже к вечеру там. Мы уже задолбались, честно говоря, идти. Обратно, не знаю, может, на машине поедем, потому что по такому же пути чесать сложновато. Ну, кстати, я рекомендую все-таки пойти именно пешком, потому что отсюда виды, во-первых, открываются клевые, пофоткаться очень красиво. Ну, во-вторых, пейзажи красивые и атмосфера такая прикольная. Если бы приехать чисто на пляж туда, на машине, и уехать оттуда, ну, немного не то. Здесь, смотрите, какая-то пещера. Реально, слушайте, приехать можно. Вот вам лайфхак, приезжайте и живите на Родусе бесплатно. Однозвездочная пещера. Что, реально, прям можно жить там. Матрас какой-нибудь с собой берете, стелите и живете. Блин, ну, что, может, отсюда прыгнем? Смотрите, блин, офигенный, конечно, пейзаж. Охренеть. Круто. Прямо красиво. Смотрите, как клево, а? Оп. Не, красота, конечно, неописуемая. ПОДПИШИСЬ! 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 посмотрите насколько кристально чистая вода обалдеть конечно да вот люди плавают лодочки как будто висят и парят в воздухе ну легендарные виды на фотках часто встречаешь да когда создается иллюзия того что лодка парит они на воде у водичка как всегда первый раз холодно кстати смотрите видите снизу цвет воды вообще не не такой как сверху был сверху вода оказалась нереально красивой а вот снизу мы плаваем и не видим всей этой фишки этой бухты этой лагуны так что забираться наверх туда обязательно надо чтобы насладиться всей красотой ну пишите как вам такая бухточка сколько баллов поставим по привычке мы оцениваем с вами пляжи я поставлю этому пляжу не знаю снизу он выглядит как-то не очень а сверху он выглядит очень круто я даже не знаю сколько баллов ему поставить давайте поставим поставим блин тут нужно снизу короче ставим 7 баллов сверху ставим 9 баллов смотри по виду да конечно обалдеть как мы шли это если посмотреть на эту гору жесть да то есть дорога пристирается там 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 обалдея вон кстати видите два шарика блестят мумин у них проходили ну в общем отсюда выглядит внушительным путь да кстати вот отличие от турецких пляжей здесь никакой музыки нет мне кажется если бы это было бы турция было бы как-то больше музыки движухи и так далее здесь вообще тишина я вот иду и тишина нарушают и тишину вот а мы уже вернулись с пляжа пообедали и нам повезло нас подвезли ребята на пляже мы встретили русскоговорящих ребят из киева вот и спасибо им большое подкинули говорят типа ну машину сняли бы нам не проблема вас завести хотя они жили вообще в другой стороне вот а машину они сняли за 20 евро сутки но при этом они сняли ее сразу на неделю то есть если ты снимаешь на большой какой-то срок то дается существенная скидка грубо говоря если вы на один день берете то эта машина стоила там 30 35 евро но если вы сразу берете на неделю 20 грубо говоря мы будем брать байк наверное за 20 евро если будем брать байк вот сегодня попозже сходим посмотрим что да как вообще когда тут там с правами у меня просто российские права с категории b и были у меня балийские если помните на бали я покупал балийские права с категории для мотоцикла но они просрочены но не во всех конторах вообще это принципе пресекает в малайзии я брал например по этим просто просроченным правам балийскими нормально то есть по российскими не давали что же всем спасибо за просмотр на канале вы сможете ознакомиться с множеством других путешествий и советов по таким странам Таиланд Индия Шри-Ланка Индонезия Филиппины Мексика и множество других крутых и интересных стран переходите по ссылкам видео и подписывайтесь на канал если еще не подписаны